МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы упомянули Сталина. Вы знаете, за последние 10, может быть, даже 15 лет неоднократно звучало из экранов телевизора и в радиоэфирах, и писалось в печатных СМИ, что лучше бы Сталин проиграл, выиграл бы Гитлер. И такого рода МО всегда озвучивают, как ни странно, именно евреи. Ну, там, Леонид Гозман. Вы имейте в виду, что профессор Зубов еврей? Я вас разочарую, чисто русский человек. Зубов уже подхватил этот тренд. Не знаю, я услышал это не от людей. Я услышал это впервые от Гозмана. Это заявление делается эпатажа ради, или вы считаете, что действительно есть людей, которые подвергают сомнению Холокост? Потому что... Есть полно. Холокост? Да чего угодно еврей подвергнется сомнению. Есть евреи, которые полагают, что это всех в печке полили за их еврейские грехи, потому что в боженьку не верили. Вот их Гитлер пришел и спалил, в том числе и детей. Что надо делать с этими людьми? Ну, отдельно этим. Ну, я таких встречал. И среди ультраортодоксов, и среди восточноеврейских лидеров, в том числе в Израиле. Человеку, когда у него никого там не было, ему очень легко говорить. А как? Тем более, мы говорили, вы народы. Легенда о том, что евреи умный народ, но она в основном в нееврейской среде родилась и циркулирует. Если евреи умный, то это Эйнштейн. А если еврей дурак, то это дурак большого масштаба. Я не намекаю здесь на Леню Гозмана или Бориса Борисовича Надежды, что вы ни в коем случае. Здесь ситуация-то проста. Сталин был редкая сволочь, палач, убийца, фантастический, легендарный, с чисто чингисхановским размахом. И во многом садист. И это есть факт. Сталин был великим государственным деятелем. И это тоже есть факт, как и Иван Грозный, и Чингисхан, и Петр, люди, оставившие позади себя горы трупов. И в этом плане у нас это просто свежо. Когда пройдет 50 лет, 100 лет, кто будет помнить о том, что его родственники или люди, которых он трепетно уважает, погибли в ГУЛАГе? Никто. Человечеству свойственно помнить величие и не помнить всю ту дикую кровь, которая это все сопровождала. Что касается, лучше бы Гитлер победил. Вы знаете, Гитлер был человеком некурящим. То есть, согласно Дмитрию Анатольевичу Медведеву, куда лучше, чем Сталин с его трубкой и Черчилль с его сигарой. Просто пример надо было брать с фюрера. Он боролся за здоровый образ жизни, был вегетарианцем, был вполне целомудрен. Посмотрите на, опять же, сэра Уинстона или Иосифа Виссариановича и разведите руками. То есть, и чего я после этого должен симпатизировать Адольфу Алузовичу? Спасибо, не надо. В этом плане, ну вот у меня все воевали, половина семьи не вернулась с фронта. Очень часто с ними рядом воевали люди нехорошие, которые писали бумаги на фронтовых офицеров, и те погибали потом в ГУЛАГе, которые просто были мерзейшими. Ну вот посмотрите на роль капитана Милягио Войновича, да, в его солдате Чонкине иначенке. А с той стороны вполне мог быть интеллигентный профессор германистики или чего угодно. Но он был с той стороны. Поэтому единственная была задача прикончить его. Никакой другой задачи не было. Что поделать, если рядом была какая-нибудь сволота? Но она все равно с тобой в одном окопе. И пока она с тобой в одном окопе, ну вы с ней на одной стороне. Это так работает. Все остальное – это сказки братьев Гримм. А теперь мы выйдем и объединимся, люди высокой интеллектуальной культуры против нехороших? Ну, конечно, проходило разное. НКВД сотрудничало с гестапо в короткий период между пактом Молотова-Риббентропа и началом войны. И, кстати говоря, за клевету на Третий Рейх люди садились и сидели весь свой срок. Уже когда немцы были под Москвой по открытым делам. Ведь за это надо было садиться, в том числе и вполне все известные люди. И далеко не все из них вышли, когда началась война. А сидели ровно по тем статьям, за которые казалось бы, что вы делаете, ребята? Ну, жизнь такая, как она есть. Такая очень подлая, жестокая, злая комедия. В которой выжил – ну, молодец. Спас кого-нибудь – вообще молодец. Ну, как было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова